Вы смотрите MarketWatch это краткий обзор главных событий мира финансов. Открытие торгов в четверг продемонстрировало, что волатильность на рынках по-прежнему вызывает беспокойство. Японский Nikkei, прежде чем вырасти, снизился на 2,5%. Иена, в свою очередь, выросла почти на 1%. Индекс технического сектора США NASDAQ обрушился на 1,3% прежде чем показать скромный рост на 0,4%. Инвесторы в облигации после неудачно проведенного аукциона по продаже 10-летних казначейских облигаций США повысили доходность почти на 9 базисных пунктов за ночь. На рынках присутствуют опасения по поводу «жесткой посадки» в Соединенных Штатах массового сворачивания сделок кэрри-трейд с иеной и пузыря на рынке искусственного интеллекта. Расчет на то, что рынки будут оставаться спокойными обошелся частным трейдерам, хедж-фондам и пенсионным фондам в миллиарды долларов. Это подчеркивает риски, связанные с популярной ставкой на отсутствие волатильности. Индекс VIX, отражающий ожидаемую волатильность фондового рынка на основе опционов на индекс S&P 500, продемонстрировал самый большой в истории внутридневный скачок и закрылся в понедельник на самом высоком уровне с октября 2020 года. Опасения по поводу рецессии в США и резкое сокращение позиции привели к тому, что мировые фондовые индексы за три недели потеряли 6 триллионов долларов. На сегодняшний день новостной фонд «Скудин», за исключением нескольких отчетов о доходах в Европе. Это переводит в фокус внимания на еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице в США, которые будут опубликованы сегодня, позднее. Повышенное внимание обусловлено резким снижением числа рабочих мест на прошлой неделе, которое усилило опасения по поводу экономического спада с негативными глобальными последствиями. Кроме этого, сегодня с речью выступит Томас Баркин, глава ФРС Ричмонда. А теперь к крипторынку. Согласно ончейн-данным, транзакции крупных держателей биткоина достигли самого высокого уровня с апреля, во время масштабного обвала крипторынка 5 и 6 августа. Биткоин-киты и адреса постоянных держателей собрали активы на сумму почти 23 миллиарда долларов за последние 30 дней. При этом, показательно, что активность достигла своего пика во время обвала рынка. Однако, при этом, спотовые биткоин-етф в США зафиксировали совокупный отток средств, который со 2 по 6 августа составил 554 миллионов долларов, что свидетельствует о неуверенности участников данного сектора рынка. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка. Субтитры создавал DimaTorzok